Здесь и вовсе отсутствуют и плафоны, и лампочки. Сначала отрубили свет на улице, затем принялись за домом. Почти сутки без электричества провела семья с детьми, младшему из которых всего 10 дней. Мне надо кашу готовить, молоко надо готовить, что-нибудь. Ладно, мы как-то взрослые можем как-то справиться с этим. Но дети... Отключение света жители трёх соседних посёлков считают местью управляющей компании, с которой они пытаются распрощаться. Нам угрожают. Свои угрозы они воплощают тем, что отключают воду, не пускают на территорию наших гостей, машин. Жители расторгли договоры на обслуживание поселковых электросетей. Но счета всё равно приходят. От кого непонятно. В офисе нет даже вывески. Уже 8 миллионов жителей Москвы и Подмосковья перешли на прямые договоры с поставщиками света, газа и воды. Но посредники сопротивляются. У Елены Дородного из-за подключения к свету председатель товарищества требовал 200 тысяч. Хотя официально цена всего 550 рублей. Пришлось пройти три суда и тянуть кабель в присутствии приставов. Слава богу, мы теперь с электроэнергией. Ресурсоснабжающие организации тоже заинтересованы работать напрямую. Идёт нарушение прав нашего потребителя. Такая организация воспрепятствует и нам исполнять свои обязательства по договору энергоснабжения. И мы, соответственно, направляем предписание. Если же это предписание не работает, то уже совместно с жителем обращаемся в другие надзорные контролирующие инстанции. В коттеджном посёлке с громким названием Кембридж проблема другая. Вода. Любой фильтр становится таким буквально за пару дней. Мне его приходится менять раз в месяц. Этой водой даже мыться нельзя. Не то что пить. Железо 0,617 при норме 0,3. Здесь в 2,5 раза превышение. Роспотребнадзор подтвердил все нарушения. Но управляющая компания их устранять не торопится. Скажите, много жалоб у вас по поводу качества воды? Бывают, да, есть жалобы. Устав бороться, всё больше жители посёлков просто перестают оплачивать услуги управляющих компаний. И суды в таких спорах всё чаще встают на сторону людей. Многие годы судебная практика, вплоть до недавнего времени, шла как раз по пути взыскания денежных средств жителей. Причём порой это огромные суммы. К счастью, судебная практика стала иметь своё направление. Сервисным организациям стали отказывать. Управляющие компании в основном достаются владельцам домов в наследство от застройщика. Оптимальный вариант объединиться и сменить нерадивых управленцев через суд. Сервисным организациям – способ сделают революция. П ARP.